Девушки отдыхают Какой красивый Да, правда красавец А ты, детонька, его еще и говорить научишь Будет веселее Папочка, мамочка, а давайте мы его заберем Я его говорить научу, как в острове сокровищ И острый Лиз, ты же хотела конструктор там Или домик для куклы Ну вот Папочка, ну мам, ну пожалуйста Пиратик, пиратик, пиратушка Ну пиратушка так пиратушка Раз уж ими придумала Берем, бабуля Это самый лучший подарок на свете Вот оно, счастье Ну, спасибо Бегись у него попугая До свидания Эй, пиратчик Ну да, милый Ну что, мы вроде все купили Пойдем на кассу Слушаюсь, мой командир Так, варенье для торта Короче, я пойду очередь займу А ты подходи Все в порядке Спасибо И кто это был? В смысле? Парень в красной жилетке Он тебя за руку еще трогал Это просто парнишка попросил подсказать Детский творожок Он меня так вот поблагодарил Оля, творожок Это для того да глаз Он тебя подкатывал И он только делает вид, что ты этого не поняла Я все вижу Я не слепой, понятно? Все? Да А ты все купила? Или может еще пошастаешь? На Возьми Вообще нормальный человек? За разбитую баночку не забудьте заплатить Не забудем, не волнуйтесь Извините Что, Сережка? Опять? Да, как обычно Когда ты провиниться-то успела? Вы же в магазине были Ой, парниш какой-то у меня Совет спросил Да неважно, я даже говорить не хочу Ревнует, значит любит Терпи Да мне эта ревность уже замучила, если честно Тем более На пустом месте Ладно Так, главное это Лиза Лиза У вас врач во сколько завтра? Так, завтра в восемь Честно говоря, я очень волнуюсь Потому что мне кажется, что я хуже стала Наверное, придется опять делать операцию Я как вспомню Ей же ведь годика еще не было Видно будет, что доктор скажет В конце концов Порок сердца не такое редкое заболевание Я думаю Они знают, как с ним справляться А вдруг мы что-то не так делаем? Что не так? Ты идеальная мать! Да какая я идеальная? Ладно, все Пошла я Спасибо тебе Ты нас вручаешь все время Ну а для чего еще нужны друзья? Ну а потом я Лизина крестная Вторая мать! Спасибо С тортом поможешь завтра? Ну конечно Я же его делаю лучше тебя Пока Пока Оль, успокойся Что? Успокойся, говорю Иди сюда Все будет хорошо, ну чего ты? А если нет? Не болтай глупости Они там два часа уже сидят Значит они вот-вот придут Им надо полное обследование провести Для этого нужно время Не забывай Оль Сереж Оль, ну все Все, все будет хорошо Все нормально Мам, пап Вот Ну как все прошло? Мне было вообще не страшно Я лежала в такой колбе Как в ракете И надо мной ездили лучи Круто? Да какая смелая девочка Прям космонавт, да мам? Ты моя умница Пройдите пожалуйста к Ольву Алексеевичу в кабинет Он с вами хочет поговорить Хорошо А мы пока с Лизой поболтаем, да? Пойдем Сейчас придем Да А у меня сегодня день рождения Ух ты Поздравляю И сколько тебе исполнилось? Восемь лет Мне уже в школу ходить пора Уже год на домашнем обучении Дома засиделась Ну что, дорогие родители При вашем диагнозе Вы должны понимать, что В любом случае Без повторного хирургического вмешательства Не обойтись Доктора подождать нельзя? Это опасно? Ну в вашем случае Можно немножко подождать Как раз сердечко окрепнет А там глядишь и квоту на операцию получите Сейчас главное Соблюдать режим Правильное питание Не болеть И еще Девочке категорически нельзя нервничать Понятно? Спасибо большое До свидания До свидания Всего доброго С днем рождения тебя С днем рождения тебя С днем рождения, Лиза С днем рождения тебя Так, загадывай желание И задувай Подумай только хорошенько Еще одно Ура, ура, ура Девюточка конфеточка Моя любимая Я тебя обцениваю Какой торт Не, ну какая вкуснотища Какая красотища Такой стол накрыли, девчонки Когда вы все успели? Это все Светка Если бы не Светка Мы бы ничего не успели А, тогда предлагаю тост Тост за Светлану Замечательного друга Большого кулинара И просто Красивую женщину Свет, спасибо тебе большое Эх, Светка Не будь я женат Что? А что? Нет, нет Только ты Ура Ура За тебя, Свет Так, а чем мы в подмах сидим А? Чем мы в подмах-то? Ну-ка А пират тоже торт хочет Это он сам тебе сказал? Чего-то мне не верится Нет, он пока говорить не умеет Но я его обязательно научу Он будет у меня сидеть на одном плече И я буду скакать На одной ноге Как пират Сильвер Не, не, не Ты не скачи, пожалуйста Лиз Ну вот, я говорил Оль, ну ты что? Ну ты сидишь чего? Все, все Пойдем к вам Давай-ка идея Отдохни чуть-чуть Мы устали Пойдем спать Мам, я не устала Давай-давай Все, устали Мы устали Очень-очень И пойдем Кровать Вкусно? Очень вкусно Ум отъешь, Свет Ум отъешь А ты и правда так думаешь? Конечно Ты первоклассный кулинар Ты что, не веришь что ли? Да нет, ну то, что ты сказал Что если бы ты не был женат А Ну конечно Свет, у меня Оль Я ее люблю Ты что, меня подколол что ли? Конечно Ну ты даешься Отказывается засыпать без попугая Сейчас я принесу Спасибо тебе Угу Ой, тьфу Оль Оль Иди сюда Ты знаешь, как я тебя люблю? Как? Больше всех на свете Мне вообще-то работать еще надо Угу Платье надо доделать Для Валентина Павловны Там такой фасон сложный Слушай А мне Михалыч Завтра трех клиентов подогнал Вернусь очень поздно Очень поздно Ну что, спокойной ночи Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Ой 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 КОНЕЦ Ну вот почему, почему она трубку не берет? Пират. Вот где она ходит? Вот скажи мне, почему она трубку не берет, а? Ну, мам, я не знаю. Да ты не переживай. Мы с пиратом говорить будем. Спасибо тебе. Да сами справимся. Пришла. Хей! Привет. Привет. Ну, наконец-то. Я уже жилась вся. Ты почему трубку не берешь? Привет. Привет, тетя Свет. Все в порядке. Привет. С таким парнем познакомилась. Гарик зовут. Инна, конечно, дурацкая, но в целом симпатичный. От метро меня подвез. Машина дорогущая. Я про твоих ухажеров уже столько историй слышала. Ты меня хоть с одним познакомишь? Познакомлю. Какие ЦУ будут? Так, главное, чтобы Лиза не нервничала. Врач сказал, категорически нельзя лановаться, потому что это может навредить ситуации. Так, что телевизор не смотреть. Угу. Угу. Лучше книжку почитайте. Мы уже к острову, где сокровища подошли. Третья часть. Мои приключения на суше. Ладно. Пока, золото мое. Пока. Пиратское. Все. Какой ты хорошенький. Так бы и съела тебя. Тетя Свет, это попугай. Ему нельзя есть. Он знает, где клад. Олечка, какая же ты молодец, а? Просто Марья из Кузницы и Куко Шанель в одном лице. Вы не льстите. Да нет, нет. Послушай, а может быть сюда какие-то цветы? Нет, цветы не надо. Цветы не в тренде. Ну, не в тренде. Ну да, не в тренде. Да. Ну вот. Как договорились. Дороговато, правда. Но что делать? Спасибо. Материал дорогой. Ну, я понимаю. Но вообще я хочу тебе сказать. Что как постоянной клиентке мне нужны уже существенные скидки. Здрасте, Антон Сергеевич. Здрасте, Олечка. Тосик. А ты что здесь? Олечка, я по поводу твоих туфель. Их отказались забирать. Как это отказались забирать? Ну, сказали, раз ты их носила, вернуть нельзя. Ты никогда, никогда ничего сделать не можешь. Бестолковой. Ты даже туфли не можешь в магазин вернуть. Почему вы решили их вернуть? Да, надоели. Ты лучше расскажи, как твоя дочка, как Лизочка. Ой, спасибо. Вроде нормально. Да? Доктор сказал, что даже с операцией можно подождать. Очень рада. Потому что у такой замечательной девочки должно складываться все замечательно. Ты, кстати, не придумала мне наряд для торжества Тосика? Вот эскизы. Да? Так что ж ты молчала? Показывай быстрее. О, боже мой. Какая прелесть. Какая прелесть. А ты думаешь, мне зеленый пойдет? Э, а что у нас? Что такое? Да. Дай сумку. Дай сумку, я сказал. Отдай ты. Отдай ты. Отдай сумку. Пусти ты. Так, слышь ты. Что происходит? Пошел отсюда. Козлы. Вы как? Не ушиблись? Так, у вас ничего не украли? Да вы что? Все хорошо. Все. Тихо, тихо. Все хорошо, спокойно. Давайте, вставайте. Давайте. Аккуратно. Скажите, вас как зовут? Пойдемте. Как вас зовут? Оля. Оль, меня зовут Глеб. Послушайте, у вас сейчас шок. Вам нужно успокоиться, слышите? Так, где вы живете, давайте я вас провожу. Не надо, я уже дома. Спасибо вам большое. Оль, подождите. Ну, я надеюсь, ты не собираешься это Сереже рассказывать? Разумеется, собираюсь. А что такого-то? Он и так столько всего себе напридумывал. А ты еще добавишь про чудесного незнакомца, который спас тебя от каких-то хулиганов и потом проводил тебя до двери. Я в таком состоянии была, что... Ты это Сереже своему объясни. Ладно, не буду мне ничего рассказывать, а то еще подумать, придумала что-нибудь. Ну да, или вела себя как-то не так и спровоцировала. Ой, что же у меня ревнивость такой? Не уставший от ревности. Ладно. Губы окаянные, Думы потаенные, Мам, а давай в парк пойдем? Да холодно как-то в парк-то идти. Ну, там же аттракционы. Пойдем домой, а? Не. Ну, пойдем. Пойдем домой. А я не хочу. Я замерзла. А я нет. А я замерзла. Здравствуйте, Оля. Здрасте. Здрасте. Привет. Глеб. Да? А как вы тут оказались? Да у меня встреча была здесь недалеко с клиентом фирмы. Так, кто эта маленькая принцесса? Лиза. Очень приятно. Я Глеб. Привет. Слушайте, Оля, у меня следующая встреча через час. Может, пообедаем? Дождик переждем. Здесь есть кафе недалеко за углом. Извините, но мы не хотим есть. А как насчет мороженого? Ну, мороженое нам нельзя. А, окей. Клубничное, пирожное. Мам, пойдем. Глеб, вы нас извините, но мы домой. Оль, ну что, у вас прям какие-то неотложные дела? Пойдем. Мам. А, спасибо. Это какая-то ошибка, мы не доказывали. Все хорошо. Это я заказал. Я хочу кое-что с вами отпраздновать. Что отпраздновать? Сейчас. Вкусное? Угу. Еще будешь? Да. Смотри, там есть витрина. Пойди возьми себе любую вкусняшку. Угу. Стоп. Ну, если мама не против. Ну, ладно. Зонтик возьми. Да. А, у вас пушинка вот здесь. А. Ну что, давайте? Так по какому поводу шампанское? А, я же вам не сказал. Знаете, во-первых, я совершил очень важную сделку для своей компании сегодня. Поздравляю. Спасибо. Ну, а во-вторых, я вас сегодня снова увидел. И мне кажется, что это не случайно. Скажите, Оль, а вы верите в знаки судьбы? Глеб, послушайте. Это никакой не знак. Нет. Я замужем, и у меня самый лучший муж на свете. Поздравляю. Извините, муж звонит. Конечно. Алло. Привет, малыш. Привет. Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто у меня перерыв. Вот решил позвонить. Вы знаете, как там мои любимые девочки. Как поживают, что поделывают. А мы гуляли, а сейчас вот домой собираемся. А ты как? Да нормально. Михалыч обещал клиентов еще подогнать. Стою, жду. А, слушай, они уже приехали. Все, давай. До вечера. Целую, Оль. Вот, как обещал наш лучший мастер. Здрасте. Здравствуйте. Что с машиной? Вы знаете, я не знаю. Там такой странный звук. Он такой тук-тук-тук. То есть, стучит? Нет, она скорее гудит. А, ну хорошо, посмотрим. Только, знаете, вот мне нужно прям очень срочно. Вот прям до завтра. Ну, я ничего не могу обещать. Ключи давайте. Ну, я уверена, что вы сможете абсолютно все. Он у нас гений. Я сначала посмотрю, что там, потом скажу. Угу. Идемте. Ты видела, как он у него? Зырк-зырк-зырк-зырк. Да дохлый номер, че он там? А че там не осталось-то, Кирюха? А че? Ты же глубоко женатый мужик, а? Ну. Что вновь? Ну. Пойдем, твой седан посмотрим. Ну, пойдем. Мам, откуда ты знаешь дядь Глеба? Ай, ну. Знаешь, принцесса, мы с твоей мамой очень давние друзья. Правда? Глеб, вы извините, но нам пора идти. Да, конечно. Все, давайте я вас провожу. Нет, не надо, спасибо. Мы сами. Точно? Ну, хорошо. Давай пять, принцесса. До свидания, Оля. До свидания. До свидания. Пойдем? Пока. Пока. Нет, ты понимаешь? Она даже не знает, что в машине надо масло менять. Что? Ну, правда, это, конечно, ужасно. Девушки не знают таких вещей. Представляешь? Не, ну, серьезно. У нее лампочка уже сгорелась. Все кипит. А она? Так, ты ешь. Ешь, ешь давай. Мам, ну, я не хочу после пирожного. После пирожного? Да просто мы в кафе заходили. С дядей Глебом. С каким дядей Глебом? Да это муж моей клиентке просто. Я ему платье передала. Ему не хватило денег наличных. И мы спустились в кафе, в банкомат. А, интересно. А что же ему клиентка не сказала? Сколько денег надо? Как-то странно. Да, Лиз? Вот что ты начинаешь? Что вот ты опять начинаешь? Что тебе странно? Женщина, богатый человек. Не знаю, где тысячи, где сто. Что? Может быть, у них размена не было. Да ладно, Оль. Все в порядке. Я тебя понимаю. У нас тут такое часто тоже бывает. Приходят машины забирать клиенты. А денег не хватает. Ешь давай. Кто первый, тому же колодка. Так. А что это мы не спим? Мам, а почему ты сказала неправду? Какую неправду? Про дядю Хлеба. Почему? Правду мой знакомый. А? Ясно. А давай мы тебе волосы обрежем? Мам. Ну, давай. Не надо, мам. Ну, ладно, к тете Свете, сходим в салон, она тебе кончики подровняет. Мне тоже не надо. Ну, мам, пожалуйста. Ну, мам. А спать тебе не пора? Пиратушка ложится спать. Все. И красивая девочка Лиза тоже быстренько ложится спать. И с попугаем больше не болтаем. Хорошо? Ладно. Честно, честно? Честно, честно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Все. Ну, что ж, Пиратушка, начнем с тобой занятие номер пять. Лиза хорошая. Повторяйте. Лиза хорошая. Лиза хорошая. Ну, что, спит? Нет, болтает с попугаем. Иди, повлияй на нее. Завтра повлияю. Слушай, ты прости меня за то, что присалкиваешься с допросом про этого дядю Глеба. Хорошо. Ты знаешь, что у меня самый лучший муж на свете? Правда? Правда. Оль, все, родная моя, спасибо большое. Я побежал. Подожди, подожди, подожди. Чего? Это тебе. Котлетки-отсветки. Чему отсветки? Это я готовила. Они еще теплые, между прочим. Да. Прости, пожалуйста, я не это самое. Ладно, давай. Просто на целой полке. Я же стук не съем. Что? С мужиками поделишься? Да? Еще чего? Да, они у тебя там женатые есть. Питаются не пойми где. Да. Шаурмой в ларьке. Да? Потому что таких жен, как ты, больше вообще в природе нет. Ты у меня в единственном экземпляре. Все, побежал. Давай. Давай, до вечера. Давай, пока. Осторожней. Все. Ой, забыл, что ли, что-то. Здравствуйте, Оль. Здрасте. Что это вы тут делаете? Вы знаете, я просто очень захотел вас увидеть. Может, мы с вами сходим куда-нибудь? Это вам. Ну, берите. Послушайте. Да. У вас, кажется, проблемы с памятью. У меня? Да. Я просто вам повторяю последний раз, что я замужем. И очень люблю своего мужа. Понятно? Какая вы суровая. Вы знаете, мне это даже начинает нравиться. Вы прекрасны. Уберите свои руки. Выметайтесь, пожалуйста, чтобы я вас больше никогда не видела. А знаете, Оль, а может, вы еще будете об этом жалеть? Так, давай думать, что ему от тебя надо. Спасибо. Ты откуда я знаю? А что он тебе говорил? Ну, он говорил, что наша встреча не случайна, что хочет меня куда-то пригласить. Все понятно. Он в тебя влюбился. Да ладно. Ну, а что ты думаешь? Что кроме твоего Сережи никто в тебя влюбиться не может? А этот Глеб симпатичный? Да. Ну, да, он правда симпатичный. Сходи с ним куда-нибудь. И он успокоится. Да ты шутишь, что ли? Куда я с ним пойду? Я вообще все Сереже расскажу, потому что я уже один раз соврала. Все как снежный ком покатилось. Меня Лиза уже подозревает, ты представляешь? Ну, я бы тебе не советовала рассказывать Сереже. Да я уж решила. Ну, смотри. Как знаешь. Тихо, 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 тихо. Отпусти меня. Стой, 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 стой. Отпусти меня. Отпусти меня, я ему пойду и морду набью. Если я отпущу, ты упадешь. Я морду ему набью. Да кому ты морду набьешь, этому ухажеру Наташкину? Где он? Тихо, 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 тихо. Серега, Серега, вот ты мне скажи, а что ей надо-то было? Что не хватало ей? Что не хватало-то? Я ее люблю. Да. Я вот, если, если шубу ей надо, пожалуйста, шубу. Если, если цацки новые, цацки. Да. И машину, да ради бога, вот понапрягся. Что, до сих пор кредит отдают? Что надо-то ей было? Что надо, ей было? Да кто их знает? Кирилл, все, хорош. Хорош. Давай, знаешь что, поем сейчас ко мне. Посидим там, поговорим. Ты в себя придешь. А потом поедешь ему морду бить, если захочешь. Лады? Лады. Ну вот. Вот и хорошо. Давай. Осторожно. Давай-давай, наворачивай. Так вот. Очень вкусно. Спасибо, Ольга. На здоровье. Может быть… Да, бабочки, да? Да. Угу. Пойду еще лицо умою. Да, конечно. Что не случилось? Он на жену застал. С любовником. Наташку. Целый год они, оказывается, шура-муратом. Крут зеля. Сережа. Я хотела тебе кое-что рассказать. Ты представляешь, целый год. Так. Сейчас. Ну что, полегче? Ну, скажи мне, Серега. А ты бы что делал на моей мести? Простил бы. Кирюх. Я могу простить все. Ты какого-то вранья терпеть не могла. Что бы он в твоем месте сделал? Ну, извини, не знаю. В чужую семью со своими советами, понимаешь? Прости. Так. Оль, что ты тоже захотел поесть? Положи мне что-нибудь, да? Котлет, пить. Давай. Слушай. Так. Ты там чего-то говорил, я тебя не дослушал. Я? Да. А, да. Я хотела сказать, что забыл сетку купить. На окно. Ну, чтоб пиратушка не улетела. А. Так я завтра куплю. Ну, хорошо. Ладно. Пойду я Лизу посмотрю. Давай. Ты где смотришь? Садись. Случайно открыла. Красивый. Тебе нравится? Намек. Угу. Намек. Понял. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это кто? Клиентка. Клиентка? Пойдем спать. Ага. Ты что, не спишь? Не знаю. Не могу заснуть. Иди ко мне. Пожалуйста, не трогай меня. Угу. Серега, спасибо тебе за вчерашнее. Вы с Олей мне здорово помогли. Да о чем ты говоришь, Кер? Ерунда. Я же к Наташке собирался, а там... Там хах или этот... Наворотил бы я делов. Ну, ты это... Обращайся. Если помощь будет нужна. А ты что такой смурной сегодня? Да нормально все тебе показалось. Держишь? Ну, тебе вообще грех жаловаться. Что, за квартиру выплатил? Приемщиком стал. Дочурка у тебя классная. Жена красавица. Любит тебя. Талантливые оба. У нас с Наташкой тоже сначала все было хорошо. Куда все делось? Давай. Отдалились друг от друга. Она на работе стала пропадать. Уходить куда-то. Мужики, новый заказ принимайте. Да, сейчас. Кир, работа стоит. А началось все с каких-то смс-ок по ночам. Ты что испугался? Это же я. Просто с работы пораньше освободился. Иду, смотрю, вы гуляете. Лиза, ну-ка, слезай быстро. Ты сейчас упадешь, ты понимаешь или нет? Так, я считаю до трех раз. Ты чего? Два. Ты что делаешь? Лиза, солнышко, все в порядке. Играй там, только держись крепче, ладно? Ты чего на нем кричишь? Я не знаю. Оля, нельзя волноваться, ты что, забыла? Ты вообще как-то странно себя ведешь в последнее время. Что с тобой происходит? Ты в порядке? Да. Я домой, что-то как собака. Хорошо. Лиза, иди ко мне, детка. Что ты делаешь? Ничего. Я что, за столько лет заслужила твоего доверия? Скажи мне, ну почему? Оль, я просто смотрел. Почему ты во всем меня подозреваешь всегда? Я хоть раз дала тебе реальный повод для ревности. Я с ним, почему я должна все время терпеть эти унижения, если ты считаешь меня такой доступной женщиной. Ну зачем? Зачем ты живешь со мной? Зачем ты? Зачем ты живешь со мной? Зачем ты живешь со мной? Зачем ты живешь со мной? Доброе утро. Оль, ну, прости. Я знаю, что я круглый идиот. У меня самая прекрасная жена на свете. А я вместо того, чтобы сделать ее счастливой, устраиваю скандалы, порчу ей настроение. Но я, я просто очень боюсь тебя потерять. Сереж, я кое-что хотела тебе сказать. Да? Это к тебе? Я не знаю. Я открою. Доброе утро. Мне нужен Сергей Антонов. Да, это я. А для вас конвертер. Спишитесь, пожалуйста. Благодарю вас. До свидания. Спасибо. Ну, что там? Не знаю. Сейчас посмотрим. Давно хотела тебе вот это все рассказать. Что ты мне изменяла? Да ты что? Я тебе не изменяла. Правда? И у тебя хватает наглости вот это вот отрезать? Пожалуйста, просто послушай меня. Этот мужчина на фотографиях просто однажды меня спас, когда меня на поле хотели обокрасть. Я тогда возвращалась от Валентина Павловна. Ну, ты ее знаешь. Потом мы случайно просто встретились на улице и все. Оля, что ты несешь вообще? Лучше бы набралась смелости и призналась бы. Я боялась тебе с самого начала все рассказывать. Я знала, что ты будешь ревновать. Я боялась, что ты мне не поверишь. Пожалуйста, просто поверь мне. Вот ты… Поверить тебе? Поверить тебе? Папа, ну что, ругаетесь? Нет, детка, что ты, мы не ругаемся. Ты иди почисти зубки и приходи завтракать, ладно? Ладно. Давай. Этого я тебе никогда не прощу. За вещами приду потом. Пожалуйста. Ты чего, Паш, как заводной? Коль, перекур сделай, эту машину можно через неделю отдать. Хозяин-то уехал. Некогда мне курить, Михалыч. Некогда. Серега, ну чего у тебя случилось-то, а? Да ничего у меня не случилось. Работа у меня стоит. Вот что. Товарищ Михалыч, у тебя квартиру не сдает никто случайно из знакомых? Или там комнату? Ну, вроде нет, зачем тебе? Да так. Ладно, проехали, не мне это. Я чего тебе хотел сказать? К тебе вообще-то там пришли. Кто? Ну, кто-кто, я не знаю, баба какая-то. Симпатичная. Ладно, спасибо. Иди давай. Ах, Серега. Света, ты чего здесь делаешь? Что-то случилось? Нет-нет, ничего не случилось. Все в порядке. Твоя скульптура. Да, баловался когда-то. Ты чего хотела-то? Да я просто пришла тебя проведать. Ну да, я знаю, что у вас с Ольгой произошло. Это она тебя прислала. Понятно. Сереж, я знаю, в каком ты сейчас состоянии. Я не буду тебя доставать своими дурацкими вопросами. Просто хочу, чтобы ты знал, что если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться. Спасибо. Какая же тут помощь? Ну, мало ли, поговорить будет не с кем. Ты прости, мне сейчас не до разговоров. Сереж, я тебе тут пирожков испекла с мясом. Спасибо. Ну, я пошла? Давай. Оль, ну возьми себя в руки. Ну, нельзя так. Да, нормально. И чем вы говорили? Он не захотел разговаривать. Это больно, обидно, я понимаю. Но это же не конец света. Жизнь на этом не заканчивается. А может быть, ты еще встретишь кого-нибудь? На, держи. Да не надо мне. Я Сережу люблю, мне кроме него никто не нужен. А ты Сережу нужна? В смысле? Ну, он вот так сразу поверил всей этой клевете этим фотографиям. Скажи мне, откуда они взялись? А адрес есть на конверте? Нет. Я не понимаю. Шантаж? Тогда бы сразу деньги просили. Может, это все Глеб? Да нет, не думаю. Да, все это неважно. Главное, что Сережа даже разобраться не захотел. Он сгоряча. Я знаю, что он вернется. Я понимаю твою надежду. Но жизнь без ревнивого мужа может неожиданно оказаться гораздо лучше, чем ты думаешь. Свет, ты что такое говоришь? Что я говорю? Он изводил тебя всю жизнь. А ты даже ему повода ни разу не дала. Свет, я его люблю. Понимаешь ты или нет? Люблю. Раз любишь, тогда я попытаюсь еще с ним поговорить. Я сделаю все, что смогу. Все. Кир! Кир! Погоди, дело есть. Случилось чего? Ну, нет. В общем, да. Слушай, можно у тебя пару дней перекантоваться? Пока же ее не найду. Потому что мы с Ольгой, но я тебе, короче, потом объясню. Слушай, ну, может, померитесь, что всякое бывает. Да нет, ты понимаешь, она… Погоди, вы что, с Наташкой? Опять? Ты понимаешь, она… Она вчера приехала, плакала, прощения просила. Объяснила мне все. В общем, решили попробовать снова, сначала все. А, ясно. Кирюш, ну мы едем домой или нет? Да, Натусенька. Привет. Привет, Сережа. Привет. Нам еще надо в магазин успеть, я там кое-что отложила. Тебе понравится. Поедем, поедем. Все, поехали. Серега, ты там с плечами руби, ладно? Да, спасибо за совет. Сережа, а может, тебя довезти? Не-не, я сам доеду. Хорошо. Езжайте. Пока. Хокинс, говори мне, сейлер, заходи. Я назвал на него попугая в честь знаменитого пирата капитана Флинта. И он предсказывает, что наше плавание кончится удачей. Верно, капитан. И попугая начинал с невероятной быстротой повторять. Пястре, 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 пястре. Мам, а папа лучше тебя читает. Он всех героев по-разному изображает. А у нашего папы много талантов. Угу. А где он? Папа на работе, он много работает. Угу. Мне кажется, поздно уже. Давай спать. Угу. Так, я сейчас приду. Сейчас, подожди. Я так рада, что ты пришел. Оль, я за вещами. Послушай, давай поговорим. Ты все неправильно понял. Не о чем больше разговаривать. Лиза про тебя спрашивает. Она тебя все время ждет, а я ей вру, что ты много работаешь. Она уже уснула? Засыпает. Собери мои вещи. Самое необходимое на первое время. К ней зайду. Соберешь? Хорошо, я поняла. Угу. Привет, пап. Привет. А почитаешь мне? Ну, конечно. С того места, где про попугая. Хокинс, говорил мне Сильвер. Заходи. Я назвал моего попугая капитаном Флинтон в честь знаменитого пирата. Так вот, он предсказывает, что наше плавание закончится удачей. Верно, капитан? И попугай начал с невероятной быстротой повторять. Пестры! 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 Уснула? Собрала? Чемодан готов. Где ты будешь жить? Это не важно. Послушай, Оль. Я… Я думаю, ты согласна, что ради Лизы мы должны сохранить нормальные отношения. Развод родителей всегда стресс для ребенка, для Лизы тем более. Развод? А, ты же все решил. Молодец. Что решил? А вот так вот взять и перечеркнуть десять счастливых лет. Из-за какой-то… нелепости. Это не я. Это ты все перечеркнула. Шуруп по чердакам. Пап, а ты куда? Мне в командировку надо уехать. Ненадолго. Ну, ты же раньше никуда не уезжал. Малышка, все хорошо. Пап скоро приедет. Да. Пап, это правда? Скоро? Да. Тебе чего привезти? Ничего. Только ты приезжай, пожалуйста, побыстрее. Ты же приедешь? Ну, разумеется. Езжай, а то опоздаешь. Да. До свидания. Чемодан забыл. Пока. Мам, ну что, папа больше не любит? Да ну что ты. Ну что ты, конечно, не любит. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. Все хорошо? Все. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все у нас хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Привет. Привет. Светка? Светка, Светка. А ты как узнала-то, что я здесь? Элементарно. Где тебе еще быть? Угу. Тебе что надо? Помочь в питье. У меня тут пирог, домашний и коньяк. И так на меня зыркнуло. Мне прям ее сразу на лосы захотелось побрить. Нет, ну представляешь, я ей делаю укладку. Маша ей делает маникюр, администратор, что вокруг нее бегает вам чай, вам кофе. Анна, у меня объема не хватает. Ну какой объем? Из трех волосин. Ну может быть ты съешь еще чего-нибудь, а? Нет, Свет, спасибо, не хочу. Ну хватит. Ну хватит, говорю тебе. Я тебя весь вечер веселю, веселю, веселю. Какое веселье, Свет? У меня жизнь рушится. А что ты кричишь? Не я тебя изменила. Ты... Ты знала, что у нее был другой. Ты знала и молчала. Я считал тебя своим другом, понимаешь? А это, между прочим, ваша личная жизнь. И я просто не хотела вмешиваться. Понятно? Ну я считаю, что все произошло именно так, как должно было произойти. Она тебя не любит. Тогда почему? Была с тобой? Из-за Лизы? Да. Лизе нужно дорогое лечение, а ты неплохо зарабатываешь. Сереж, ты не заслуживаешь такого отношения к себе. Ты такой мужчина. Ты... Такой нежный. Такой чуткий. Любая женщина была бы счастлива с тобой. Ты даже не представляешь, какой ты. Но теперь мы вместе. Теперь все будет хорошо, мы справимся. Мы вместе. Мы же вместе. Мы вместе. мы вместе. Компédagogу. Это дремяные мысли. Да не Lindsay. Мы вместе. Доброе утро. Доброе. Сколько времени? Шесть утра. Я тебе кофе сварила и пирог согрела. Уже шесть? Да. Спасибо, Свет, я ничего не хочу. Как скажешь. Это была фантастическая ночь. А, слушай, Свет, мне очень неловко за вчерашнее. Прости меня ради бога, ладно? Давай обо всем забудем. Что? Ну, просто это все какая-то... Какая-то чудовищная ошибка. Понимаешь, мы напились, я вообще ничего не соображал. Пожалуйста, давай больше не будем об этом вспоминать. Тем более, сейчас вон уже Михалыч придется с Кирюхой. Надо мне умыться, успеть прибраться тут. Тебе что, было так плохо со мной? Нет, что-то совсем нет. Ну, просто я женат. Свет. Я тебе напоминаю. Ты собираешься разводиться. Свет, сейчас не время об этом говорить. Давай потом. Я хочу встретиться с Олей. Спокойно с ней все обсудить. Она тебя изменила. Она тебя не любит. А ты ее жалеешь. Да я даже не дал ей шанса объясниться, Свет. Это неправильно. Вот у нас сейчас в пятницу годовщина свадьбы, 10 лет. Свет, я люблю ее, пойми ты, наконец. Возможно, вообще все было не так, как я себе представляю. Потом у нас дочка. Как она там без меня будет? Свет. Застегни. С годовщиной вас. Привет. Ну что, была? Была. Ну? Ну и что? Ну, пыталась сказать ему, как было на самом деле. Ну, объяснить, что ты совершенно ни в чем не виновата. Тихо-то говорили, и спит еще. Ты проходи, не разувайся, я мою. Он меня даже слушать не захотел. Практически выгнал. Свет, что мне делать-то? У меня есть идея. У вас же годовщина скоро? Да. Так вот, я попробую уговорить его прийти сюда под каким-нибудь предлогом. Ну, что-нибудь придумаю. Ну, а ты приготовь что-нибудь вкусненькое. Ну. Оденься красиво. Ну, ты знаешь, что я тебе говорю. Так. Хорошо. А, Ализа? Ализу я к себе возьму вечером, чтобы дать вам возможность выяснить отношения. Светка, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Ой. Пока не за что. Прости. Главное, чтобы все у нас получилось. Свет, ты какая-то, какая-то сегодня особенная. Не знаю, счастливая, что ли? У вас все хорошо развивается с Гошей. С Гариком? Да. Развиваются. Ну, есть одно препятствие. Оно временное. Ну, я пошла. Спасибо тебе. А, не забудь. В пятницу в семь часов вечера. Ага. Здрасте. Уходите. Не выгоняйте, пожалуйста. Мне две секунды. Мне просто нужно с вами поговорить. Я очень быстро. Пожалуйста. Ладно. Только быстро. Я хочу извиниться перед вами за тот случай. Пожалуйста, простите. Это была какая-то, ну, идиотизм. Больше такого не будет. Хорошо. Ваши извинения приняты. Уходите. Все. Что тебе? Вы меня простили? Да, простил, конечно. Уходите, пожалуйста. Да. Сейчас, подождите. Можно я? Что такое? Вам плохо? Да нет. Чего-то сердце. Слушайте, у вас воды нет? Просто стакан воды. Им нужно запить таблетки. Я сразу уйду. Все. Хорошо. Быстро только. Скажите, вам фотографии не прислали? Какие фотографии? Неважно. Так. Петь, пожалуйста. Уходите быстро. Спасибо. Быстрее, пожалуйста. Я очень прошу. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Главное, без нервов. Да? Все, все, все. Я ушел. Тихо, 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 тихо. Ушел. Ушел, ушел, ушел. Сереж, пожалуйста, успокойся. Уже в наш дом его привела, да? Он сам пришел, правда. Прямо как в кино, Оля. Нет, он правда сам пришел. И стол ты, конечно, для меня тут накрыла. Я для тебя накрыла, правда. Сядь, успокойся. Давай поговорим. Я тебя очень... Про тебя смотреть тошно. Совсем завралась уже. С юбилеем, дорогая. И что, прям сразу ушел? Да, даже слушать меня не стал. Глеб еще этот гад. Ну почему гад? Влюбился просто и все. Да, Джилл? Столько усилий и все зря. А это что? Сережки, о которых я мечтала. Сергей хотел мне их подарить. И что? Это значит, что он приходил мириться. Значит, что есть надежда. Ну, хотел бы помириться, помирился бы. Нет. Запомнил. Что они мне понравились. Ну, может, хотелось бы смягчить новость о разводе. Или что встретил другую. Ну, мало ли что. Нет, нам надо просто. Просто спокойно с ним поговорить, понимаешь? У нас же семья. У нас же Лиза. Он Лиза любит. Они жить друг без друга не могут, понимаешь? Угу. Мам! Ты рад говорить научился. Правда? А где корм? На подоконнике. Настоящие дрессировщики все так делают. Ему нужна награда. Я сейчас тебе журнал принесу. Актриса, прическа такая, платье. Сейчас принесу. Опа! Попалась? Ну, побудь со мной немножко. Что-то хочешь? Нет, не хочу. Мне надо идти к попугаю. А вещи-то свои убрала? Нет, мам. Ему нужна награда, понимаешь? Попугаем ты еще не играешься своим. Вот, смотри. Может, твоей Валентине Павле такое шить, а? Свет. А? А я знаю, все хорошо будет. А? Я же ни в чем не виновата. Мама! Что случилось? Что такое? Попугай, он... Попугай? Что, улетел? Что? Ну, ничего страшного. Все хорошо. Все-все-все. Спокойно. Ничего страшного. Он улетел погулять. Он скоро вернется. Ты что, дверцу не закрыла, да? Я... Я... Все хорошо. Я не наружу, я... Ай-яй-яй, Лиза, ну как же так, а? Скорую вызывай, быстро. Да, сейчас. Все хорошо, все. Он прилетит, он не переживает. Он прилетит, он вернется обязательно. Ну, что ж. Радовать мне вас, к сожалению, нечем. Скажите честно, у Лизы были сильные стрессы в последнее время? Да, доктор, были. Мы сможем разводимся. О, понятно. Откладывать операцию больше нельзя. И в вашем случае, я бы не стал дожидаться квоты, а сделал бы платную операцию срочно. Конечно же, не умеется. Но вы имеете в виду, что операция сложная и дорогостоящая? Я поняла. Деньги будут. Тогда зайдите в договорной отдел, там вам назовут полную стоимость и выдадут необходимые документы. Удачи вам, Ольга. Спасибо. До свидания. Отдыхай. Можно? Да. Спасибо. Ну что, как дела? Хорошо. Устала? Немножко. Спать хочется. Ну, поспи. Мам, вы с папой поберетесь? Конечно, помиримся. Честно, честно. Честно, честно. Он придет. Конечно, придет. Поспи. Честно, 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 честно ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Оля, я еду! Да. Где мы столько денег возьмем? У нас, дай Бог, половина скоплена. Найдем. Я подработку возьму. У друзей займем. Что-нибудь придумаем. Так, ладно. Ты давай лучше будь с Лизой, о деньгах не думай. Я сам все устрою. А ты понимаешь, что это мы во всем виноваты? Что это она переживала, что мама с папой ругаются? Раньше надо было думать, когда ты… Короче, в больнице дежурим по очереди. И не вздумай сюда этого своего притащить. Как ты можешь так говорить? Могу. Теперь могу. Что с тобой, Оль? Ты сегодня какая-то сама не своя, м? Алентин Павловна. Да. Я слушаю. Я хотела с вами поговорить. Да. Нам очень нужны деньги. Лизь, на операцию. Срочно. Деньги? Ну, я же тебе заплатила за платье. Того мало. Я хотела у вас попросить хотя бы часть от всей суммы. Мы скоро дадим. Но Тосика нет денег. Он вложил в какое-то огромное предприятие. Так вы возьмите кредит. Я сама, правда, не знаю, но говорят, что это очень легко. Спасибо вам за совет. До свидания. Оля, подожди. Подожди. Вот, возьми. Конфета для Лизочки. Спасибо. На конфеты мы сами зарабатываем. До свидания. Ты видала, эта партниха сейчас требовала с меня денег. Якобы на операцию своей дочери. А неделю назад сказала, что эта операция откладывается. Валечка, ну, чисто теоретически, обстоятельства могли измениться? Ой, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Это нищенская психология. Они думают, что им весь мир должен. Серега. А? Прервись, скажи, на минутку. Я тебя спросить хотела. Что? Случилось что? Случилось. Лизе, операция нужна дорогостоящая, срочно. Вот мы и выкручиваемся, как можем. Сколько надо-то? Много. Ну, вот что. Из оборотных я тебе не дам. Но у меня есть кое-какие свои личные сбережения. Не, Михалыч, спасибо. Я так не могу. Это не подарок. Потом отработаешь. Ты у меня самый ценный кадр. Так что считай, что я тебя закабалил окончательно и навсегда. Да. Спасибо. Нам удалось стабилизировать состояние девочки. Все показатели в норме. Так что можем готовить ее к операции. Да, что у нас с финансовой стороной вопрос? Завтра. Деньги будут завтра. Оль, мы не успеем собрать всю сумму. Сереж, не переживай, мы найдем. Кое-что уже удалось собрать, спасибо Михалычу. Светка сказала, что сможет одолжить. Светка. А что, я недавно с ней говорила? Сказала, что у нее есть. Откуда у нее такие деньги? Не знаю, говорит, ухажер снова появился. Человек не бедный. Светки, ухажер. Кто? А, ну хотя, ладно, если ухажер, то замечательно. Ну ладно, мне пора. Сереж, спасибо тебе. Если б не ты, я бы не справилась. Не даже. Наша моя дочь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Еще вот это. Это не надо. Не надо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Итого... Пятьдесят. Прошу. Всего хорошего. До свидания. Серег. А... Я вот хоть убей, не понимаю. Чего ты комедию-то ломаешь? В смысле? В смысле, ты ее любишь. Ага. Она тебя любит. Ребенок у вас. Почему ты вот здесь до сих пор, а не у себя дома? Да. Дома. Дома. Ты не понимаешь? Я не понимаю. А ты объясни. Ща объясню. Дома. Она не хочет признаваться, что у нее хахаль. А я его видел. Надо было убить его. Надо было убить. Тихо, тихо, тихо. Это не метод. Ты же мне сам говорил, вспомни. Поговорить вам надо. Я не буду. Не-не-не-не-не-не-не. Вот и пообещай мне, что ты с ней поговоришь прямо. Я сказал, не буду. Значит, не буду. Так. Как хочешь. Давай по последней, и я побегу. А то на тусе нервничать будет. Давай, беги. Ну, ты просто имей в виду, что если что, я тебя на работе завтра прикрою. А? Иди мирись. Нервничать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ ИЗАНОК В ДВЕРЬ Следователь ИЗАНОК В ДВЕРЬ САПЛАТЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, по-моему, все прекрасно получилось. Конечно, все получилось. Вот, для ваших ребят и для вас. Спасибо. Здесь все точно, как в аптеке. Обращайтесь, мы всегда рады. Привет, Оль. Здрасте. Посылочку принес. Хорошего вам дня. До свидания. Что все это значит? В смысле? Курьер приходил. А ты что подумала? Курьер? Как странно. А что же он принес? Пойдем, пойдем. Что мы встали здесь? Пойдем. Ну? Что, ну? Света, это тот самый Глеб. Тот самый Глеб? Может быть, вот это совпадение. Так он курьером работает, поэтому застеснялся и убежал. Каталог принес на осень. Пойдем. Есть будешь? Свет, я чего пришла-то? Ты просто на звонки не отвечаешь. А ты же обещала нам с деньгами помочь, одолжить, выручить. А, выручить? Да, я выручу. Спасибо тебе большое. Я просто уже и Сережу моему сказала, что ты поможешь. Вы что, помирились? Ну, почти. Прекрасно. Нет, я... Конечно. Ты же у нас такая... любящая жена. Заботливая мать. А я кто? А я никто. А ты вся такая добрая, хорошая. Ну, на мужиков, правда, западаешь с первого взгляда. Ну, это же мелочи. Свет, ты чего говоришь-то? Ты меня прекрасно знаешь. Да. Я тебя знаю. Свет! Сейчас. Подожди. Сейчас я принесу пластырь. Свет! Сейчас я принесу пластырь. Свет! Где сы? Я принесу пластырь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Света, это что такое-то? Это колдовство, что ли? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тут я и мой Сережа. Он мой? Я же тогда первая с ним познакомилась. Вот если бы ты тогда не подвернула ногу, ничего бы не было. А он же такой рыцарь. Он тебя на руки подхватил. А ты такая, ах, вам не тяжело? Ах, какой же он сильный. Ты сама обнимаешь его, и все сильнее к нему прижимаешься. Тихоня. Как же я тебя ненавижу. Свет, по-моему, тебе плохо. Давай успокойся, пожалуйста, не в себе помочь. Ты сама говорила. Зачем он тебе? Ты же говорила, ах, как я устала. Ах, как я устала от его ревности, больше не могу. Так вот оставь его. Мне? Так подожди. Это все ты, что ли, подстроила? Дошло, наконец. Я, Оленька, я. И фотографии эти подсунула. И Глеба наняла. И птицу вашу дебильную выпустила. Потому что ты достал на меня со своей вечно больной Лизой. Я не переживу, если с ней что-нибудь случится. Ничего пережила. Скажи, что все это не так, а я тебе не верю, пожалуйста. Скажи, что все это ты любишь, Лиза, пожалуйста. Если бы тебя не было в моей жизни, все было бы совсем по-другому. Но теперь Сережа мой. Совсем мой. Ты понимаешь, что это значит? Я тебе не верю, слушай. Я тебе вообще... Я не верю тебе! Оля! Сережа! Ты не уйдешь. Ты не уйдешь. Что ты сделаешь? Что? Давай! Сдохни! Ну! Оля, что с тобой? Стой тут. Тихо, тихо, тихо. Света. Я не вижу. Смотри на меня. Я вас ненавижу. Подожди, давай поговорим. Давай поговорим. Ты здесь что? Слушай меня. Смотри, я здесь. Давай просто поговорим. Ты... Тихо. Тихо. Ты... Я. Я с тобой. Ты? Я здесь. Иди ко мне. Тихо. Да. Да, да. Я пришел. Свет. Да. Я с тобой. Я... Я с тобой. Все закончилось. Я так тебя любила. Да, все хорошо. А ты? А ты? А ты? Все, все, все. Тихо, 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 тихо. Я с тобой, Свет. Все хорошо. Все хорошо. Звони в скорую. Все, все, все. Так, ну что? Машину продали. Что еще можно продать? Кредит возьмем в банке. Прямо сегодня ее оформим. Хоть под сто процентов. Другого выхода все равно нет. Оля! Антон Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Оленька, я случайно услышал про вашу дочку, про операцию. Я не знаю, какая именно сумма вам нужна. Вот тут деньги. И я думаю, тут хватит. Антон Сергеевич. Спасибо вам большое. Вы передайте, пожалуйста, Валентин Павлович, я все отработаю. А вот Валечке про это говорить не стоит. Хорошо? Спасибо вам огромное. Мы обязательно все вернем. Обязательно. Вернете, когда сможете. И если сможете. Договорились? Надо же. Всю сумму собрали. Даже не верится. Спасибо огромное. До свидания, Лизочка. Будь здорова. До свидания, тетя Кать, спасибо Девочка, у вас чудо Такая мужественная Спасибо Спасибо вам большое До свидания Мам, пап, я так без вас скучала Мы так за тебя переживали Но теперь у нас все будет хорошо Ага Пап, а ты больше не уедешь в командировку? Ни за что Куда же я без вас? А почему тетя Свет не пришла? А она Она уехала Далеко-далеко Надолго? Надолго, пойдем Мам, пап, у нас в больнице Девочка лежала, из балетного училища Она так танцевала Я тоже так хочу Мне же можно будет Да тебе все можно будет И в школу И в школу И мороженое И мороженое И мороженое И тогда вперед Пап, мам А сказать, какое желание я загадала, когда свечки задувала? Сейчас скажешь, что не сбудется Сбудется, сбудется Ага Ну говори, какое Я хочу братика Мам, мам, это та бабуля с попугаем Точно, идите сюда Это пират? Узнала Держи Пап, это пират Смотри, похож Сережа Угу Оль А? Подожди Пират, малыш Я должен тебе сказать Света и я Сережа Сережа Ничего не было Ничего Пап, мам Смотрите Пират вернулся Вся семья в сборе Иди сюда Иди сюда Смотри 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 Продолжение следует...